Салют всем, чуваки! Это прослушка, наконец-то! Да, меня долго не было, и я не знал, что слушать. Я думал записать прослушку русских новиночек, как я это уже делал. Но, видимо, бог любит троицу, и Miyagi Enschpil выпускает Hajme 3. Я сейчас объясню, в чём вообще прикол. Я не очень люблю творчество Miyagi Enschpil, то есть я как бы их уважаю, они крутые чуваки, и многие респектуют. Но все треки, которые у них выходили, я как-то не принимал. Ну, мне не нравилось. Зрители прослушки мне писали в личку, в комментариях под видосами прослушки, и не прослушки тоже, да, там и во влогах и так далее. Типа прослушаем я, Miyagi Enschpil, Hajme. Дождались? Слушаем, но только третью часть. Погнали! Первый трек Колизей. Я вот чё скажу, по-любому есть очень крутой, глубокий смысл. Ну, можно прислушиваться, да, к текстам, но они всё равно как-то вгоняют в депр. И вот эта вот читка, ну, 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 ну... Вот это меня, наверное, больше всего отталкивает. Единственный трек, который я слушал, это I Got Love до того, как он стал вообще играть со всех утюгов. У меня много друзей, которые катают на своих тачках и слушают Miyagi Enschpil. Нравится сэмпл на заднем фоне. Лёгкий такой бит. Ну и тема уж... Понятная всем, я думаю. Я его слушать не стану. Следующий трек — «Дама». Нравится начало. Минорная тема. Неплохой трек. Зайдет девочкам стопудово. Опять же, я его не принимаю, потому что мне не нравится настроение. Я хочу любить, вот я тоже хочу любить. Встретить бы эту даму еще и нравится флоу у них, у обоих. Вообще, ну, пацаны реально красавцы. Мне нравится музыкальная составляющая, то есть инструментал. Мне кажется, это только ценитель творчества Мияги «Геншпиль» сможет найти разницу между прошлым альбомом и новым. Я прошлое не слушал просто, слушаю этот, и мне кажется, что они те же, ну, какими были. Я хочу еще, знаете, что сказать, поклонники творчества Мияги «Геншпиль», вы на меня не гоните. Я вообще не шарю в музыке и так далее и тому подобное. Я просто слушаю альбом, вот, и я уважаю пацанов, они крутые. Я вообще никто по сравнению с ними. Я просто слушаю альбом. Короче, я добавляю себе этот трек. Этот трек мне зашел. Это, по-моему, второй или даже первый трек, который я добавил у Мияги «Геншпиль» вообще за все творчество. «Фея». Нравится. Нравится. Нравится начало. Этот проигрыш. Такая бочка. «Танцевать» опять. Такое, так начали вообще альбом странно, с такого трека «Колизей», потом опять же дама, но она такая по настроению что-то грустноватое. И потом легче, легче, сейчас вообще танцы такие. Это, короче, «I got love» вторая часть. Кстати, в последней прослушке, которая была, где Майка Шинода альбом я слушал, я там сказал тоже, типа, ну, я, кажется, узнаю, кого я буду слушать, и это были Мияги «Геншпиль». Только я не знал то, что они альбом выпустят. Я говорю, вот просто все шло к этому, к тому, чтобы я записал эту прослушку. Мне кажется, он тоже многим зайдет, как и парням, так и девушкам. Такой. И, ну, заметьте, припев, он, в принципе, сделан по стандартам поп-музыки, запоминающийся мотив, повторяющиеся слова. Мне кажется, они должны снимать клип на «Фею» или «Я хочу любить». Ну, на «Фею» точно. «Файрмен». Вот у ребят талант, наверное, просто человека даже, который не слушает, в принципе, их, заставляет двигаться как-то под их мотивы. Реально очень странно, как-то они расположили треки. Алло. Алло, здорова. Здорова. Да, меня геймшпиль, я видео тут записываю прослушку, я вот думаю, ставите этот момент, нет? О, прикольно, они что, замазывают треки? Ой, мат? Или это просто, ну, это, наверное, просто такая версия. Опять же, легкий такой танцевальный трек. Прикольно. Ну, слушайте, я его не буду. Так, Don't Cry. Вторая работа с Рэмдигой? Ой, что-то печальное, походу. Круто, вот. Рэмдига очень круто зашел на трек. Ну, в принципе, как я понял, они вообще во многих треках делают запоминающиеся припевы. Хорошая схема. Опять же сделал вкус, кому-то нравится, кому-то нет. Бодро. Такой Раста-трачок. Катать на Раста-байке. Солнце. Что-то печальное, походу, да? Не нравится. Ну, мне не нравится такое исполнение, ребят. Крутые куплеты. Ну, а потом начинается вот это. Кто-то кайфует вот с этого, кто-то нет. Записченный голос. Что за, я не знаю, как-то странно, короче. Начали с груза. В середине так легко, светло. И заканчиваем так же каким-то грузом. Не понять мне строение этого альбома. Видимо, ребятам, что я еще хотел сказать, проще исполнять припевы на английском языке. То есть, ну вот, последние треки. Ну, не знаю, как-то, опять же, по мне это не прикольно. Ну, что я могу сказать вообще? Давайте сразу об альбоме в целом я скажу. Вот, сейчас он закончится, трек. Очень крутое музло. Крутая музыкальная составляющая. Мне очень понравились некоторые инструменталы. Крутой флоу, ребят. Где-то в каких-то моментах, там, в местах, мне не очень понравилось исполнение. Вот. Но тут дело вкуса, как бы, кому-то нравится, кому-то нет. Я не понял строение альбома. Я уже говорил об этом. Что еще? Отдельно про каждый трек уж говорить не буду. Короче, ребята делают круто, но не для меня. Вот. Так и закончу эту прослушку. Ставь лайк, если долго ждал эту прослушку. Ставь лайк, если понравилось. Вообще, чтобы поддержать меня, как ты можешь поставить лайк. Подписывайся на канал, если ты до сих пор не подписан. Жди новых видео. Всем пока. Check it out.